итак снимаем дальше дальше читаю я фотографии такой смотрю и отвечаю вам на вопросы лика так рука особо долго не буду коварить потому что вы понимаете сами что времени просто не хватит на это все так смотрим человек гармоничный спокойный уверены в себе потому что у неё совершенно гладкая рука вот говорят да ну вот рука есть рука вроде чё здесь такого особого сейчас снимаю по другому типу видео поэтому здесь немножко не очень четко виднеется надеюсь что сейчас более четко будет картина на секунду ну ладно пока вот так абсолютно гладкая рука гладкая кожа человек расточительный человек не умеющий хранить деньги человек не умеющий отказывать ни в чем кто просит там возьми и так далее у нее линии слились воедино у нее что чувства что внутренний стержень что вера в людей что значит фантазии желание там мечты что реальное что подсознание все в одну кучу слилось и человек абсолютно знаете живет просто в гармонии со всеми этими чувствами все что у нее есть но в то же самое время это говорит о душевном расстройстве депрессии очень сильной человек автоматически живет но внутри нее созревает определенная апотека жизни усталость от жизни нежелание жить иногда потом через некоторое время берет себя в руки снова идет вперед и так далее душевное расстройство вот на холме венеры любовь очень сильная любовь роковая любовь настолько сильная что даже вылезла на холме венеры это говорит о роковой любви то есть любовь которая но вообще который многие мечтают но многие этого боятся у этого человека это любовь есть значит линия жизни прорывалась один раз почти что я вижу между жизнью смерти это 33 35 лет вот где-то в этом возрасте очень сильный удар далее страстная натура ей скажем так секс это не последнее место занимает ей это нужно не скажу что она на все готова ради этого но ей это это нужно ей это нужно для того чтобы чувствовать себя нужным то есть удовлетворенной но у нее есть такие периоды когда она абсолютно холодно к этому относится ей уже скажем так это не то что там на второй план отходит вообще уходит из жизни потом снова не появляется страсть знаете характер вот как бы вам сказать умеренные я бы сказал скучноватый характер и мужчинам с ней не хватает адреналина не хватает скандалов не хватает какой-то момент она может их устроить но очень редко она просто молча уходит она отходит молча сторону разочаровывается не хочет общаться не хочет ничего говорить и так далее так далее агрессивный у нее период сейчас это правая рука потому что на холме марса темные пятна прям синие появились агрессия с кем-то сейчас идет сражение с кем-то идет какой-то дележ и она в ожидании то есть еще у нее активизировался холм меркурия и юпитера это значит что ей нужны деньги для того чтобы набраться сил набраться возможности что-то выиграть это может быть суд это может быть что угодно просто но ей нужны деньги для того чтобы создать связи для того чтобы суметь чтобы создать возможности выиграть это дело за которое она взялась вот характеристика такого человека мне сегодня везет руки стихи стихи земли это тоже стихи земли квадратные квадратная ладонь и недлинные пальцы тоже стихи земли люди которые любят природу люди которые любят одиночество единение с природой посидеть подумать успокоиться и так далее пойдемте далее не здесь только отправили сейчас только выгребать секунду не обещаю что всем успею ответить конечно доброй ночи инга п с ютуба сейчас посмотрим ваша красоте так линия брака любви человек однолюб но пыталась создать семью несколько раз по крайней мере были такие попытки но они провалились однолюб этот человек этот человек у которой значит мышление опережает определенные шаги движения в жизни хотя не не скажу что особо любители риска умеренную с финансовыми отношения то приходит а совсем не приходит но она от этого не страдает она умеет удовлетворять говорится и малым и большим когда у нее есть много финансов она берет все что хотела о чем мечтала после этого может перетерпеть некоторое время без ничего то есть у нее в характере это есть страстная натура иногда страсть для нее важнее всего потом остывает линия жизни длинная долгая но в то же самое время линия ума она короткая это говорит это не говорит о том что человек не умный или глупый линия ума это рассудительность это знание понимаете это уверенность в своих знаниях это творческое мышление и так далее неуверенный она человек в себе именно в этом творческом мышлении в этих начинаниях в свершениях и так далее линия сердца вообще короткая данный момент она никого не любит я не вижу в ней любви потому что она боится любить она боится травмы новые на болеть боится новые поли так далее смотрим буду выборочно говорить потому что очень устала не знаю кто мне кинул потому что с с фотографа рабиева хорошо и понималась о четкая рука прямо четко смотрите насколько действительно отличается люди как не говори все равно отличается на что такое почему здесь вот в этом видео ну вот так вот не очень показывается плохо здесь видно но ладно я вижу это главное значит линия сердца любви обильная на человек дарующий свет помогающий в общем такая некая мать тереза для своих друзей и знакомых близких и так далее значит линия ума четко идет по плану и не пересекается с линией судьбы это значит что она не живет а 8 мне повезет а вдруг мне дадут а вдруг мне помогут или чего нибудь сделал такого у нее нет линия жизни очень слабая здоровье не очень и она последнее время этим не занимается линия жизни очень слабая надо заняться если вы хотите долго жить но по крайней мере жить хоть так более-менее вам нужно заняться своим здоровьем она у вас слабы далее холм венеры разочарование боль смотрите сколько встреч и расставаний вокруг одни мужчины мужчины как друзья мужчины как партнеры мужчины них ни 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 хрена толку нету от этих мужчин вообще слабые слабые существа которые приходят уходят приходит н есть же и есть и есть о у вот эти все буквы значит холм венеры вообще пересекается то есть резкие такие разочарования это может быть разводы расставания это могут быть угрозы издевательства там боль причиненная специальные так далее линия здоровья раненый палец большой говорит о том что здоровье не очень или а шпаренный палец что-то в этом роде но палец не здоровый это линия здоровья нету там здоровья у нее на почве стресса устойчивых финансов тоже нету постоянно у нее с финансами проблемы смотрите линия то есть палец меркурия отвечающий за финансы насколько отличается на руке от других пальцев видите ну чрезмерно отличается это она маленькая мосюсенькая такая незаметная кривая вот в отличие от длинных пальцев которые вы здесь видите значит рука сейчас я вам скажу стихии ой падает все чертовой матери так рука стихии воздуха длинная ладонь и длинные пальцы опять же душевное расстройство внутренней такая усталость человек творческий но творчество ничего не дает ей кроме внутреннего удовлетворения и удовольствия очень много зависти на ней ненависти и от людей которым она помогла прям натурально помогла от них идет такая ненависть потому что не могли ей ею долго пользоваться и она вызвала у них ненависть и отвращение одним словом здоровьем вам нужно заниматься здоровьем иначе потом будет поздно давайте далее посмотрим так так я не знаю кто мне это отправил сила гадзи да все поняла теперь сейчас покажу неудобно немного но ладно давайте сейчас посмотрим очень плохо видны линии плохо фотографировано еще написано здесь хорный триндец подождите так смотрите абсолютно ведомовый человек и в данный момент вы находитесь в очень подавленном состоянии зависти может быть от мужа от семьи хотите какое-то решение принять и уже много лет пытаетесь принять наверное больше семи лет вы это решение хотите принять и не можете принять под натиском под давлением это решение может быть хоть о чем это может быть и развод это может быть разъезд с родными но очень важно для тебя решение которое вы просто не можете принять Потому что вы привыкли жить для других Ваша судьба практически вам не принадлежит Смотрите, одинаково У вас что было предназначено и что было дано Ни там, ни тут ничего не поменялось Вот как вы были, так и есть Единственное, что здесь чуть, может быть, похитрее Стали более самостоятельно, более-менее Но вот то, что линия судьбы пересекается с линией ума и сердца Это говорит о том, что вы полностью подчиняетесь Подчиняйтесь желанию родственников Подчиняйтесь их воле Сейчас, секунду Я не вижу вас чувств Я вижу вас очень сильно разочарование в человеке Которого вы безумно любили И чувств никаких я не вижу вас В данный момент жизни Дальше Здоровье вас подкачивает Это раз Дальше Вы превратились вот просто Знаете, такую Женщину фрегитную Абсолютно безразличную К постели, ко всему Ваш мужчина от вас не гуляет Вы об этом знаете Вам все равно Вы с этим свыклись Вы уже не этим живете Для вас это уже второстепенно По многому ваша вина, что он так себя ведет Понимаете? Ваша вина Вы забыли о себе Вы вообще себя забросили Распустили просто Ну как вам сказать? Вы о себе забыли Поставили на себе крест Непонятно почему Дальше Надеетесь просто Верите во что-то Фантазируете Мечтаете Значит Вот у вас подсознательно Очень сильно Но Оно не имеет никакого Ничего общего С настоящей Вашей жизнью Трагедия случилась Не очень давно Она вас очень сильно задела Потому что Подкачнуло здоровье Да Давайте далее посмотрим Господа Сколько я успею? Ирина Иль У нас пишет Давайте-ка я Левую вашу руку посмотрю Угу Ну что ж такое? Сегодня все собраны Люди земли В основном Земля и Огонь Ой Точно Значит так Линия судьбы После какой-то Катастрофы В вашей жизни Она резко Изменилась Резко Изменилась Линия судьбы Смотрите Пальцы До такой степени Красноватые Прям как грязь Кажется Вот темноватые Красноватые Как грязь Это говорит о том Что У вас полностью Подорвалось Доверие К близким людям К людям Которым Вы верили Которых Вы любили У вас Просто Оборвалось Полностью Доверие После Какого-то События В вашей жизни Жизнь Не очень Долгая Извините Что говорю Ну раз уж Вы Как бы С этим Согласны Извиняюсь Чтобы я Смотрела Значит Должны Были Быть Согласны С тем Что я Увижу И вам Скажу Жизнь У вас Недолгая Проблемы Со здоровьем У вас Мигрени У вас Головные Боли Так Тренок Еще Называют Вилка Сатаны Это Говорит О том Что У вас Может быть Агрессивные Моменты Сейчас Данный Момент В том Числе Потому Что Тренок Расположен Прямо На Марском Поле Поле Марса Которые В ладони Вот Внутри Находится Марсово Поле Мало Хорошего Честно Говоря Вам Как Закрыли Судьбу Со всех Торон Обложили Перекрыли Вам Кислород Дышать Не Дают С Кем То Вы Сейчас Сражаетесь С Ко мне Когда Но Уже Врагом И Этот Враг Совершенно Не Скрывает Своих Намерений Что С Вами Сделать И Как Поступит Далее Этот Но Столбами Мешает Мне Так Последнее Смотрю Все Нет Сил Реально Устала Так Рука Яны Попросила Сказать Всю Правду Как Как Старых Цыганок Да Яхан Ты Мой Всю Правду Тебе Расскажу Значит Рука Воздуха Длинная Вытянутая Ладонь Длинные Пальцы Люди Творческие То есть Такие Руки Принадлежат Людям Творческим Гениальным Или Сумасшедшим Яна Выбирай Из которых Из них Ты хочешь Быть Вообще Без шуток Если Это Творческие Люди Творцы Создатели Но Они Склонны К Душевному Расстройству Если В жизни Постоянно Повторить Одно И то же Они Склонны Кстати Повторять Свои Ошибки Но Это Люди Которые Настолько Чувствительны Вот К таким Переменам Что Если Переборщить Если За собой Не уследить То Можно Заработать Расстройство Души Депрессивность Или что-то еще Это Что дано Этим людям Это не факт Что так должно быть Просто Их линия Разума Очень близко Расположена К линии сердца Они Они Практически Чуть Не пересекаются Вот так Это Говорит О том Что Эти люди Очень Тяжело Переносят Определенные Вещи До Определенного Возраста Пока у них Не формируется Более Такой Иммунитет Смотрим Далее Значит Линия Судьбы Она Очень Тонкая Это значит Что у человека Судьба Менялась Несколько Раз Смерть Которая Ее Где-то Знаете Сделала Слабее Чья-то Смерть Ослабила Ее Внутри Ее стержень Немножко Так Зашатнулся Хотя Она взяла Себя В руки Но Чья-то Смерть Здесь Выходит Которая Ее Не очень Давно То есть Причинила Некоторую Боль Зашатала Немного Значит Так Линия Сердца Короткая Это значит Человек Не чувствами Живет А трезвым Разумом Линия Разума У нее Очень Длинные Четко Начерчены Линия Судьбы Разум Не пересекает Это говорит О том Что человек Вот смотрите До этого Доходит И все Дальше Не идет Вот она Линия Судьбы Сейчас Вот видите Линия Судьбы Которая Вот так Идет И дальше Не проходит Здесь Немножко Плохо Видно Просто Несколько Есть Различных Вариантов Видео Здесь Дольше Как бы Память Дольше Можно Дольше Говорить Показывать А там Там Более Четко Ну Ладно Ничего Страшного Лицо Вырисовывается У нее На холмике Сатурна Это говорит О том Что у нее Несколько Внутренних Голосов То есть У нее Несколько Советчиков Внутренних Подсознаний Ее Разум Сердца И так далее Но выбирает Она все таки Разумом Потому что Холм Сатурна У нее Такой Выпуклый И холм Юпитера Вот видите Выпуклость Она Основной Акцент Делает На Скажем так На разум И на Волю На силу Она Как вам сказать Натуроволевая Но в то же самое время Разумно Рискует Как бы она ни говорила о том Что она очень Холодный человек Во всяких отношениях Любовных Она чувствительная Она очень сильно Зависит от чувств Если ее выводить Если ее нервировать Она может Отстать от жизни Ее работа может стоять Она может не хотеть Ничего делать сутками И так далее И так далее То есть От чувств Очень многое зависит Для нее Ей нужна подпитка Ей ничего не надо Кроме подпитки Ровный палец Меркурия Выпуклый верх Это говорит о том Что она верит Вот это отвечает За веру Надежду В общем За высшее За высшую силу Скажем так На что человек Надеется Что хочет Чему верить Чувствам Силе Вере Магии Как хотите Религии Что угодно Она верит Твердо Уверена Что у нее будут Деньги И поэтому У нее палец Меркурия Спокойно Так Возвышается Длинный палец Причем Понимаете Длинный Холеный Красивый палец Без шрамов Без ничего С выпуклым верхом Это говорит о том Что она любит Деньги Умеет их зарабатывать И они к ней Ходят И самое главное Что она верит Что деньги У нее будут Всегда И поэтому Они приходят В основном Деньги ей даются По ее вере И уверенности То есть Она настолько Уверена Это все равно Как Человек уверен Что сейчас Стилизер Включит Да И там будет Кино Вот настолько Она в этом уверена Так Значит Линия жизни У нее В принципе Долгая Но болезненная Вот Выходит Что у нее Скажем так Связаны с болезнями С усталостью С Знаете Как Обессилеванием Организма То есть Линия Это нормальная Но только Вот Как бы сказать Качество жизни Именно Оставляет желать Лучшего Видимо Растрачивает себя Творчески Далее Посмотрим Что у нее Уже есть В этом мире Теперь Теперь смотрите Судьба У нее Резко Пропадает Все Стирается Ничего Нет Это сейчас У нее Ничего Непонятно Ни линии Жизни Ни линии Ума Ни линии Сердца Нет Ладонь Стала Просто Абсолютно Чистая Такая Равномерная Вообще Ничего Не Видно Кто-то Может Сказать А ну Понятно Она скоро То есть Недолго Она проживет Потому что Линии жизни Нет Значит Жизнь Короткая То есть Ну это В радость Некоторым Да Моральным Уродом Но я вам хочу сказать Что если бы Ее жизнь Была короткой Имеется ввиду Что если бы Линия жизни Показывала о том Сколько она проживет Значит она сейчас Уже должна была быть Покойником Потому что Это линия жизни До 22 лет Вот она А дальше продолжается О чем это говорит Если линия жизни Обрывается в 22 года Значит мы имеем дело С привидением С призраком Яны Нет Это говорит о том Что человек Который Посвятила себя Делу Магии У таких людей Стирается Абсолютно Судьба И эти люди Получают Каждодневные Указания Сверху Если же грубо Говорить Да От этих сил То есть Человек Который себя Связала с магией Она уже Сама руководит Своей судьбой Что просит То и получает Как себя ведет Так ей и дают Нет У нее Уже Судьбы Она уже Живет Той судьбой Которой Ей хочется Сейчас Вот у нее В чем плюс Я не говорю Что вы сейчас Должны все Бросить И побежать Заниматься Магией Или чем-то еще Она магией Не занимается Она способствует Тому Что магия Распространяется Потому что Она Печатает книги Потому что Она создает Иконы Иконы Это очень Огромная Сила Если кто-нибудь Думает Что это всего лишь Рисунки Это очень сильно Ошибается Потому что Я знаю Как она их создает Как она после этого Несколько дней Еле-еле Просто Скажем так Делами своими Может заняться Потому что У нее сил Никаких нет Ее силы Просто Ширают Вот эти вот Работы Которые она Создает Значит Палец Точно так же Устойчивый Палец Меркурия Денежная Сила Опять Устойчива Носи на мизинце Какое-нибудь Колечко Яна Потому что Тебе нужно Зафиксировать Тормознуть На том месте На котором То есть Находится Твоя Линия Денег Так Настя Смотрим Тебя О Настя У нас Боевая Значит Во-первых Холм Юпитера Во-вторых Между Меркурием И Сатурном Значит Аполлон Вот Все У тебя Сейчас На самом деле Настолько Активизировались Ты Какому-то Бою Котовишься Причем На поле Марсовом Идет Крест То есть У тебя Решительный Сейчас Момент Жизни И ты Хочешь Прямо Вот Решить И карьерный Рост Которому Ты Идешь Стремишься Он у тебя Будет На время Ты Заморозила Сексуальность Закрыла Вообще Она Белая Часть Холм Венеры Ты Его Запечатала Закрыла Тебя Оно Не Нужно Здоровье У тебя Нормальное Только Единственное Здоровье То есть Подкачивает У тебя С иммунитетом Проблемы бывают Головные боли Головокружение И так далее Потому что Не до себя Вечно Неправильно Ешь Не доедаешь Некогда И так далее И так далее Вот это у тебя Есть такая опасность Значит Вот это вот На руке Родимое пятно Оно и у меня есть Вот точно такое же Это люди Карьеристы Это люди Которые Хотят Стремятся И получают Ровные У тебя У тебя Будет После 30 Обеспеченная Жизнь Линия Брака Спокойная Умеренная Настя У тебя Идет Вообще Вот После 50 У вас В роду Начинает Заболевать Если ты До этого Времени Будешь Заниматься Своим Здоровьем То у тебя Долгая Жизнь Если не Будешь Заниматься У тебя Недолгая Жизнь Вот в чем Дело Вот ближе К 50 Тебе Нужно Очень Сильно И очень Концентрировано Заниматься Своим Здоровьем То что ты Хотела И чего ты Добиваешься Практически Одно и то же Тут точно Такая же Схема Как и То есть там Линия судьбы Пересекается С линией разума Это говорит о том Что ты пока еще Не готова Своим умом Жить И часто Обращаешься За помощью К более старшим Опытным С одной стороны Может ничего Плохого В этом И нет На самом Деле С одной С одной С другой Это вполне Нормальная Вещь Так Ну-ка Смотрим Натали Ну-ну-ну Ну Натали Хочешь Не хочешь А придется Тебе Жить До 80 С чем-то Лет Потому что У тебя Линия Жизни Очень Долгая Линия Разума Короткая Это говорит о том Что Ты еще Не уверена В себе Ты принимаешь Решение Но очень быстро Отходишь Ты устаешь Потом Тебя уговорить Легко Как ни странно И в эту сторону И в обратную сторону Пока что Ты поддаешься Этому всему Ты себя чувствуешь Ребенком Ты еще не так Самостоятельно Ты где-то боишься Ты боишься Одиночества Ты боишься Остаться Одна С детьми И вдруг Там тебе Плохо станет Или что-то не то Кто будет рядом С детьми И так далее У тебя Постоянные переживания Вдруг я там Помру Что будет С моими детьми Нет у тебя Никакой смерти И не мечтай Тебе еще предстоит Мучиться и мучиться Не переживай Значит следующий момент Линия То есть Палец Меркурия Во-первых Начнем с того Что у тебя тоже Рука Воздуха Длинная ладонь Длинные пальцы Это тоже люди Которые склонны К депрессии У них очень большая Чувствительность Творческие натуры Но в твоем случае Творчество Ты особо Так знаешь Как берешься Оставляешь Может быть Ты и парикмахером Хотела стать И то И это везде Училась Но ни по какой линии Ты не продолжила Не захотела И все У тебя Холм Юпитера Палец Юпитера Немного слабоват То есть Решимости не хватает И большой страх Сейчас перед Какой-то Резкой переменой Прям жуткий страх И неуверенность Очень зря Потому что У тебя нормально Все выходит Хотя Израненный палец Говорит о том Что очень часто Из-за твоей нерешимости Ты и страдала Из-за твоей нерешимости И получала то Что получала То есть Что потом приходилось Исправлять тебе Значит Агрессии у тебя нет Абсолютно Верхний Марс Вообще Ровный Вот Марсовое поле Ровное Ничего там нету Линия судьбы Вообще Ни с чем не пересекается Она сама по себе идет То есть Ты ни с судьбой Не связываешь Да И как бы И с судьбой Не очень В ладах Ну и без нее Не очень В ладах Мало задумываешься о том Что вот Суждено мне было И так далее В отличие от других Линия сердца Стрела Направлены В одну струну Боишься Очень большой страх Создание новой семьи Но будет у тебя семья И Не долго Осталась жизнь Собственно говоря Будет у тебя семья И счастливый брак Дальше Страсти у тебя нет В данный момент Хотя ты Способна любить И быть преданной И заниматься И так далее Но у тебя Есть такая особенность Ты стала матерью И больше тебя Ничего не интересует Это единственное Что тебя интересовало Быть матерью Вот ты стала матерью И все И после этого Как-то ты охладела К нему Как-то тебе стало Пофигу на него И все такое В какой-то мере Ты тоже виновата В том Что он Отвернулся То есть Отвернулась-то ты И ушла ты Но в любом случае Ты тоже виновата Что он так себя повел Контроля не было Ты надеялась на то Что он сам Поймет Он сделает У него не хватило бы На это ума Поскольку Это человек Который В детстве Скажем так Был запущен Оставлен Беспровизорным состоянием Матерью И никто Его воспитанием Не занимался Ему не объясняли Что такое семья И что такое ответственность Все дорогие друзья Я ужасно устала На этом все Всем остальным Отвечу завтра Кому Кому успею ответить Еще раз говорю Потому что Ну реально У меня просто сил нет Всем отвечать Я же не могу В двух словах Да Я должна Более-менее Конкретно А вот Конкретно Получается Вот столько Всем удачи